Может ли ребенок задыхаться во время лечения в наркозе? Я врач-анестезиолог, и давайте вместе разберемся в этом вопросе. А вы пока подписывайтесь. В ходе лечения в общей анестезии проводится поддержание физиологического дыхания. В ходе поддержания дыхания мы оцениваем следующие параметры. Процент кислородово-вдыхаемой смеси, который позволяет нам уберечь пациента от самого грожного осложнения гипоксия. Процент углекислого газа на выдохе. Минутный объем дыхания, который позволяет поддерживать нам дыхание пациента в его физиологических нормах. При необходимости его корректировать. Если какие-либо из показателей дыхания выходят за физиологические пределы конкретного пациента, аппарат издает звуковой сигнал, что является дополнительным контролем в реальном времени. После выставления всех заданных параметров дыхания, дыхательная смесь вместе с кислородом, воздухом и севараном подается через одноразовый дыхательный контур непосредственно к пациенту. Каждый дыхательный контур одноразовый и используется индивидуально. Дальше по этому контуру дыхательная смесь поступает через специальный фильтр в одноразовую интубационную трубочку. В течение крови кислородом также дополнительно мы отслеживаем с помощью метода пульсоксиметрии. Во время лечения в условиях общей анестезии мы поддерживаем концепцию так называемого физиологического дыхания. В дыхательные пути пациенты защищаются и изолируются от окружающей среды с помощью специального устройства, называемого интубационная трубка или ларингеальная маска. Таким образом, в ходе лечения в наркозе ребенок дышит сам. Аппарат в этом помогает ему, достигая параметра дыхания до физиологических норм.